Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировстат оценил стоимость основных фондов кировских компаний. Она к концу 2016 года составила 360 млрд. рублей. За год выросла на 10%. А за последние 5 лет в 1,5 раза. Активнее всего вкладываются в имущество гостиницы и ресторанов. Стоимость их основных фондов за 5 лет увеличилась в 3,5 раза. Строительные компании и предприятия сферы услуг увеличили ее в 3 раза. Имущество гостиницы и ресторанов изношено меньше всего на 18%. При среднем показателе по области 52%. Наибольший износ в сфере добычи полезных ископаемых 72%. Экономика. На 101 ФМ. Стипендиями молодежь не удержать на кировских предприятиях. Исполнительный директор компании Ажофинанс Константин Кропанев уценил инициативу областных властей о дополнительных выплатах студентам, которые обязуются после учебы проработать на кировских предприятиях определенный срок. В зависимости от уровня учебного заведения и выбранной специальности им хотят доплачивать по 3-4 тысячи рублей. Идея в принципе нормальная, но опять же почему-то должна быть за государственный счет, а не за счет каких-то коммерческих организаций. К сожалению, очень часто случаи, что люди учатся по такой программе, приходят в эту же, допустим, школу, но тот уровень, который им там школа обеспечивает, их не устраивает. Молодому учителю не дают свой класс, ему не дают достойную зарплату, ему дают неудобный график занятий. По большому счету эти маленькие суммы, они могут повлиять только, так скажем, на малообеспеченный контингент, но эту проблему никак не решит. Должен быть рыночный спрос, рыночное предложение, достойные зарплаты. В год власти планируют поддерживать примерно 400 студентов, решивших связать свое будущее с кировскими предприятиями. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Программа «Экономика» на 101FM